Едем в Новоазовск, ну и поближе к линии фронта, на юга, на Маля. Посмотрим, что там за обстановка, расскажем и покажем бойцов, которые там держат линию фронта. Узнаем, как им там. Так, чтобы поехали. Ну вот после 25-го, как тут? Да никак. Все равно воюют они, да? Стреляют стабильно, снайперы работают всегда. Они в наших позициях стоят, начиная от 100 метров ниже. И легкие, да? Просто сидят в домах. Просто сидят в домах. Два варианта осталось. Бездомные, которым некуда идти, и те, которые стучат, которым надо остаться там. Я так же сам могу повторить то, что было в Семеновке и в Славянске. Они даже своих трехсотых вместе с двухсотыми закапывали, потому что им негде лечить. И им заниматься трехсотыми лянинами некогда. И они всех закапывали. Добивали, закапывали. Вообще у них нету понятий. Вообще у них нету никаких понятий. Свой не свой, лянины, не лянины. Да враг и все. Как у нас сополочения, так и у них там созданы от какого-то, ну там депутата или не знаю от кого. Но это все наемники. Они не подчиняются приказу президента Украины. А перемирие, або что-либо такого. Им это все наплевать. Больше полутысячи, ну до тысячи будет. В самом широком. Наступать они не будут. Они только будут держать оборону. У них кишка тонкая наступать. Они не могут стрелковым боем пользоваться, потому что они сразу пользуются артиллерией. После стрелкового боя. То есть, если бы у них была идея, как у нас, и как бы они бы, может быть, нас бы разорвали. Но у них нету идеи. Они не идейные. Они пришли на нашу землю, захватить нашу землю. Но не идеи, как мы встали за идею защитить свою землю. Субтитры сделал DimaTorzok